Все, продолжаем наше занятие с вами. Сегодня беседа у нас о дерзости и дерзновении. Так вот, когда возникла тема для беседы, решил посмотреть материал. Материала мало, совсем мало, да? Поэтому сначала небольшой опрос. Георгия можно попросить помолчать, правильный ответ, как всегда, скажут. Ну так, ладно, что такое дерзость, как вы думаете? Резкость в ответах. Резкость в ответах, да. Что еще? Несмирение. Грубость. Неуважение. Неуважение. Пожелать чего-то, что тебе не положено. Да, пожелать чего-то, что тебе не положено, да. Сама мнение. Сама мнение. А так вот, чтобы в два слова сказать, что такое дерзость, очень тонкое, разбывчивое такое понятие, которое все так как бы уходит. То есть начинаешь над ним думать, оно очень часто ускользает. Очень часто ускользает, потому что это явление весьма духовное, очень тонкое. И, соответственно, без помощи святых отцов очень сложно как бы действительно взять его и пощупать. Георгий что скажет нам по поводу дерзости? Ну, я считаю, что противовес уважения. Где уважение, да. То противное. Да, противоположность уважению, почтению, там, да. Все это, конечно, все верно, все это так, все это состоит в дерзости, все это есть. Но прежде я хотел еще вот такой вопрос задать. Есть у нас однокоренное слово с дерзостью. Какое? Есть глагол «дерзить», а есть «дерзать». Да, есть слово такое понятие «дерзновение». А что такое «дерзновение»? Причем их очень часто путают. Допустим, иногда можно, допустим, дерзновение употребить в смысле дерзости. А можно и наоборот, дерзость употребить в смысле дерзновения. Допустим, если говорить о дерзости, ну, допустим, дерзкий поступок, он может быть в поступок дерзкий, в отрицательном смысле, да, слово, а может быть в положительном. Ты сделал дерзкий поступок, но он сам по себе благородный, нормальный, да. И, в принципе, это нужно было бы назвать дерзновением, если четко разграничивать какие-то вещи. А вот, получается, мы делаем так. Поэтому дерзновение, что такое, как? Познание, дерзновение. Дерзать, смелость, что-то. Пытаться. Смелость. Смелость, да, все, что? Порыв. Духовное намерение, которое не имеет материальной мотивации, оно именно духовное, то есть вверх. Дерзать вверх, да, вот. Вниз никак не нужно. Да, 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 да. Но это дерзить вниз. То есть, да, дерзновение, оно характеризует что-то, вот, с высока, как слово воспитание, да. Что такое воспитание, вот, если так вот вдуматься, ведь приставка славянское «воз», оно означает что? Ну, что-то, сходящее свыше. Поэтому питание, которое сходит свыше воспитания. Воспитать человека, значит, его духовно воспитать, то есть дать ему образ духовный. И вот так же дерзновение, конечно, да, несет такой смысл. Но в целом, как бы, конечно, у нас очень смутные понятия. И если мы возьмем даже перечисление грехов на исповеди, дерзость отсутствует. Дерзость отсутствует, потом мы можем взять там другие разные какие-то вещи, и как бы разбора грехов, очень мало материала, совсем, прям почти, что об этом никто ничего сегодня не говорит. Итак, сейчас вот вкратце определение дерзости. Значит, первое, тоже вот посмотрел словари разные, ничего нету, вот прям, ну, ничего. И только словарь синонимов, в свое время я там у одной бабушки его, в общем, взял, у нас в городе их было всего три штуки. То есть вот этот словарь синонимов, он такой, в свое время был редкая книжка. В общем, там я нашел такое определение, что делать это выражение пренебрежения к принятым нормам человеческих взаимоотношений, то есть задевающих чем-либо других. То есть пренебрежение нормами, которые приняты, и задевающие других людей. То есть вот такое определение, да, очень интересное, и, по сути, выражающая дерзость. Второе – это энциклопедия Брагаус, библейская энциклопедия. Это вызывающее поведение по отношению к Богу и людям. Что значит вызывающее, как понимаем? Обижающее. Да, но ты вызывающее ведешь, то есть ты меня что? Ты меня раздражаешь, то есть провоцируешь, ты меня вводишь в агрессию. То есть дерзость – это состояние, когда ты, человек, поступок, который в другом человеке вызывает раздражение, то есть гнев, ярость, желание уничтожить дерзкого человека. То есть это как бы там без вариантов. И вот у святых отцов интересное тоже определение, которое, собственно, выражает как бы некоторую такую центральную часть дерзости. Они говорят, что дерзость – это вольное обращение с Богом или ближним. А что значит вольное обращение? Вольное обращение – это когда отсутствие каких-то норм, почтения, соответственно, уважения, отсутствие каких-то принципов. Вот, к примеру, фильм «Храброе сердце». Помните, да, все же смотрели? Не видели, да? Ну, хороший фильм, зря не видели. Действительно хороший. И вот там к нему приходит ирландец один и обращается к Богу. Отец, ты меня типа слышишь, я тут пришел человеку там помочь. И вот это вот такое понебратское отношение к Богу – это что? Ну, это дерзость. Это как раз вольное обращение, когда человек себе позволяет вольно обходиться с другими. И это, по сути, придает как бы развязанное поведение. Это вот такое определение. Поэтому вольное обращение – это отсутствие скромности, бесстыдства, неблагоговения, бесцеремонность, неуважительность, непочтительность, грубость, нарушение обычаев и традиций. Поэтому, если суммировать это, получается, дерзость у нас следующая. Что дерзость – это вольное обращение, связанное с нарушением традиционных норм морали, пренебрежение культуры поведения, вызывающие поступки, дела, слова и прочее. То есть те, которые провоцируют других людей на грех злобы. То есть на грех, как бы, я бы сказал, такого воздаяния, что ли, за зло. Это вообще вскипает и не может себя уже, в общем, контролировать в руках. Так, определение дерзновения. Ситилиан Златоуз говорит, что с добродетелями смешиваются пороки. Итак, с дерзновением смешивается дерзость. Здесь Святой Отец конкретно различает, что есть дерзость – это порок, а есть добродетель – это дерзновение. Это дерзновение, и они смешиваются. И мы еще дальше об этом будем говорить, потому что иногда человеку кажется, что он употребляет дерзновение. То есть что такое дерзновение? Дерзновение – это пренебрежение нормой и нарушение уставов ради спасительной цели, заповеди и любви к ближнему Богу. Как говорит Исидор Пелесилот, то дерзновение – это смелая защита прекрасного. Движение как бы одно, но разные мотивы, причины, цели и задачи. На коврик можно его посадить, опоздавшего. Итак, как видим, Святой Отец определяет дерзость и дерзновение как противоположности, как говорится, одной медали. Как мы с вами говорили в беседах о грехах и добродетелях, что каждый добродетель имеет свой образ порочный – это страсть. И есть одна единственная страсть, которая не базируется на природе человека – это какая? Мы говорили в беседе о сейбролюбии. Если все страсти, гнев, блуд, еще что-то, это все базируется на чешской природе, то страсти и гололюбия нет. Так вот, дерзость базируется на добродетели и дерзновении. То есть на том чувстве, когда человек может переступать уставы, может употреблять смелость большую для того, чтобы перейти в какой-то запретный момент для того, чтобы сделать какое-то доброе дело или угодить Богу. Таких случаев очень масса, когда человек выходит за рамки норм для того, чтобы сделать какой-то поступок. И потом бывает так, что человек делает дерзновенный поступок. Например, человек какой-то спасает. Например, идет по улице, видит, ребенок побежал на улицу. Например, под машину. Он с ума в своей жизни бежит и спасает. Это дерзновенный поступок, потому что он нарушает сразу. Во-первых, он бежит. Почему? Они могут погибнуть вдвоем. Кому нужна такая смерть? Люди скажут, что это такое. Во-вторых, он бежит вопреки всяким разуму. Что ты делаешь? Нет, он это делает. И, соответственно, получается, и так очень часто бывает, что Господь сохраняет жизнь. А бывает и не сохраняет. И, в принципе, такой дерзновенный поступок был недавно. В фильме «Ирей Сан» вышел, помните, да? Когда батюшка защитил ребенка, но все равно пуля прошла насквозь, ребенок все равно погиб. Батюшка, как бы эта ситуация сложилась так. Поэтому дерзновение нужно, конечно, нам, безусловно. Но мы с вами будем это все различать. Поэтому, когда говорят «дерзность», «дерзновение», это все-таки противоречивые понятия в каком плане? В плане своей направленности. То есть, дерзновение ведет человека к Богу, дерзность ведет человека к сатане. Именно к дьявольскому образу. Итак, место в греховной иерархии. Где место дерзости? Вот мы с вами говорили раньше о страстях. Первая страсть у нас – гордость, потом у нас – тщеславие. Мы смотрели. Как вы думаете, в каком месте ориентировочно находится дерзость? Где? Вот есть у нас страсти, гнев, раздражение, чревоугодие, блуд, гордость, тщеславие. То есть, в каком? Какая ее суть на вашем усмотрении? Вместе на шестом, на седьмом. Не в первых рядах. Не в первых рядах. Так. Какое еще мнение? На гордости. Рядом с гордостью, да? Хорошо. Рядом с гордостью, да, рядом. Что еще? Какие мысли? Ну, я тоже думаю, что с гордостью, потому что это даже какая-то часть. Да, да, да. Все правильно, да. У святых отцов есть такое вот, значит, определение. Ава Агафон отвечает. Она – мать всех страстей. Дерзость. То есть, вообще, мать всех страстей. А кто у нас мать всех страстей? Гордость. Опять же, да. И получается так, что вопрос тогда, каким он? Да кто у нас мать всех страстей? Гордость или дерзость? Так вот, значит, несмотря на это, дерзость уделено, как бы, очень мало внимания. Несмотря на то, что она мать всех страстей, да. У святых отцов там буквально там пару строк бывает в некоторых главках проскакивает. Вот если там смотреть, буквально там две-три строчки и все. И, как правило, это все говорится там либо конкретно, что нужно избегать дерзости, либо говорится так, что вольное обращение – мать всех страстей и пороков. Вольное обращение, под которым, разумеется, дерзость, да. Все, то есть, больше ничего. И задаешься вопросом, как бы, ну, в принципе, мать всех страстей? Ну, почему про нее так мало сказано? Казалось бы, да, и сегодня, на самом деле, мать всех страстей, а мы про нее, ну, вот. И было просто, да, мы реально, мы плаваем, мы ее не чувствуем, то есть, мы не видим, как бы, корня зла, первоисточник, он отсутствует. Как бы, в нашем видении мы там боремся с раздражением, там еще там с чем-то, да. А на самом деле там мать всех страстей, дерзость, то есть, она ко всему, что нас сегодня мучает. Так, вот интересно, что в интернете, получается, из православных всего только один ролик на тему дерзости. Протерей Андрей Ткачев, в общем, сделал. Ну, и то там, как бы, очень все так, все размывчато. Есть пару протестантских там бесед, ну, протестанты там, они только там, у них держится вообще как-то отсутствует. Есть дерзновение для них, и все, они, у них совсем другое. В общем, они, соответственно, как бы, ну, совсем не так трактуют, для нас совсем неприемлемо, и нету четких понятий. То есть, вот, допустим, когда читаешь у стрихотцов, пусть строчка, но она, она веская, она, как бы, говорит о том, что люди это все в зерне увидели. Итак, значит, дерзость – это откровенное проявление гордости. Так сказать, гордость воплоти, предел гордости. То есть, воплощенная гордость, мы можем сказать, что дерзость – это проявление гордости. Проявление гордости, потому что гордость – это страсть. А когда страсть одевает на себя какие-то вот одежды, да, вот, как бы, она воплощается в этой жизни, да, она называется дерзостью. То есть, гордый человек ведет себя дерзко. То есть, он не может себя вести по-другому. И, соответственно, наоборот, там, дерзкий человек, он, ну, не может быть, не гордым. То есть, это одно и то же. То есть, гордость внутри, дерзость, как бы, снаружи. И поэтому Ава Дорофей говорит, посему-то нет ничего вреднее дерзости. Она есть мать всех страстей, так как изгоняет благоговение, отгоняет страх Божий и рождает пренебрежение. То есть, изгоняет благоговение, отгоняет страх Божий и рождает пренебрежение. То есть, вся духовная жизнь идет под откос. Ну, сейчас мы там ниже чуть подробнее это все разберем. Итак, что такое, значит, дерзость и какие у нее причины? Сегодня, вот даже если так подумать, дерзость является философией нынешнего века. Вот если отцы раньше мало, обращая на это внимание, и святой апостол Павел писал, что в будущем дети будут, в общем, горды, строптивы, там, заносчивы. Все это пришло сегодня, и оно настолько развито, что мы сегодня культивируем дерзость. Культивируем она во всем. Она в традициях, она в воспитании, она в школе, она везде. И особенно она на телевизоре. Конечно, там на телевизоре смотрят, там просто люди, там, культ дерзости сплошной. И философия-то такая тонкая, неуловимая, что сегодня люди, там, допустим, говорят, ты там дерзкий, да, нет, там, я просто храбрый. Там, ты дерзкий, нет, я смелый. То есть, да, и, соответственно, люди не понимают, что есть смелость, которая соблюдает уважение к старшим, да, а есть смелость, которая не соблюдает уважение к старшим. Та, которая соблюдает, это что? Это дерзновение, когда человек может, действительно, уважая какой-то авторитет чей-то, он может сказать, извините, простите, но я вам хочу сказать, что вы здесь, допустим, неправы. Это что? Это дерзновение. Он осмеливается, он дерзает ради чего-то хорошего. А есть, говорит, а кто ты такой? Ах, ты учил какая-то там, да что ты там сидишь мне? Сейчас я тебе расскажу, как нужно жить. Как сегодня ученики там говорят. Все это дерзость уже. Но по телевизору там везде все это, конечно, культивируется как конкретная именно норма поведения. И в чем и состоит опасность? В том, что реально мы сегодня против нее, соответственно, ничего, как говорится, не знаем. Итак, причины дерзости. Какие, значит, причины, с которых она вырастает? Ну, прежде всего, конечно, это гордость, высокоумие, надмение, эгоцентризм. Очень гордость, как мы уже говорили, да, что это как внутренняя составляющая, ядро дерзости. И потом высокоумие, что дает? Высокоумие дает человеку как бы право, да, считать себя не то, что равным, а лучше всех. То есть имеющим право говорить кому, как хочешь, что хочешь. И, в общем, он сам себе на уме. Потом идет надмение. То есть человек надмивается и совсем как бы теряет все под своими ногами. И, соответственно, эгоцентризм – это когда человек просто ставит свое «я» в куб земли. То есть я один, и, соответственно, мир должен крутиться вокруг меня. Второе – это невежество. Греститель Григорий Богослов, что начало дерзости – это невежество. То есть незнание, неведение духовное. Оно как раз рождает в человеке то, что человек, когда он, допустим, впадает в какую-то страсть, он реально не видит, что с ним происходит, он в безумии находится. То есть такое невежество. Потом – мечты, и вслед за ними приходит прелесть. То есть дерзость, как правило, человеку накручивает много разных иллюзий. Он мечтает о том, как будет хорошо, допустим, что-то покорить, что-то завоевать, что-то сделать. И, соответственно, мечты ему накручивают, что за это ничего не будет. Да, как вот, допустим, человек думает, сейчас в своих мечтах, допустим, ну, сейчас тема очень интересная, допустим, не дают зарплату. Не дают, да, многим. Поэтому набираются такие сменщики, которые хотят прийти к начальнику и сказать, ну, в общем, взять его за грудки и сказать, отдай нам мою зарплату, да, допустим, отдай. И они в своих мечтах что думают? Что им за это ничего не будет. Ну, как не будет? Ну, будет. То есть, какой начальник потерпит, что к нему так вот подходили, там и требовали. Особенно, когда тебе самому тяжело, да, когда у тебя, допустим, там предприятие терпит кризис, там денег нету, а там еще там требует. Все это, понятное дело, закончится тем. Ну, а прелесть – это когда человек, находясь в таких мечтах, то есть он впадает в такое состояние, когда он уже не чувствует реальности, не чувствует совета ближних. Ему люди говорят, ты как бы остановись, а он уже настолько внутри преломлен, что он уже не ощущает реальных вещей и говорит, что, ну, что вы, вы заблуждаетесь. Я-то все знаю, как бы, а вы говорите мне совсем не то. То есть я уверен, что у меня все получится. Но на самом деле, как правило, ничего не получается. И дерзость человека приводит, конечно, к погибели. Потом это пороки воспитания, которые человек получает в семье, в школе и в обществе. В семье – это, конечно, пример родителей. В чем заключается, вот, в плане дерзости пример родителей, кто может сказать? Неуважение к старшим. Неуважение к старшим, допустим, когда мама или папа со своими родителями говорят просто о похамстве. Повышение голоса друг на друга. Ну, повышение голоса, да, на родителей спокойно, там, допустим, там, пошла в комнату, закрой дверь, там, еще там, как. Сегодня очень часто молодежь общается со своими родителями при своих детях. То есть, по-хамски, очень грубо, то есть, прям с таким пренебрежением, там, никакой любви, ничего там нет. Потом еще какой есть момент. Ну, когда муж с женой постоянно, что делит-то? Ну, одеяло делит постоянно, делит при детях, кто будет первого круаться, в общем, и прочее, да, соответственно. И с этим хочется задать вопрос. Кто дерзит в этот момент? Женщину. Нет, на самом деле, смотрите, как бы, муж может дерзить жене? Может, нет. Вот ведь, нет или да? Нет. Вот интересно. Нет, на самом деле, и да, и нет, и да, и нет. Почему? Потому что, да, сейчас мы с вами рассмотрим одно из определений, очень интересно. И да, и нет. И может, и не может. Но, на самом деле, вот, если говорить о дерзости, как, допустим, вызывающем поведение, то это, конечно же, только жена дерзит мужа. Муж дерзит в совсем другом отношении, да, он и может себя вольно вести по отношению к женщине. И дети также. Что? Родители могут дерзить по отношению к детям? Чувствуете, да, что иерархия, она, как бы, делает некоторое направление для поступков. То есть, младший может дерзить старшему, да, и поставлены Богом, допустим, дети, родителям, женам, мужу. А муж уже в этом смысле уже не может дерзить. Он может дерзить кому только? Богу только может дерзить. То есть, как бы, вызывают какие-то вещи. И также дети. И, соответственно, когда дети все это смотрят, когда нет дома благоговения, нету почтения, вот реально сплошная дерзость, сплошное выяснение отношений, там, крики, там, вот это вот все. Это все что? Ну, потом дети такие же растут. О чем мы хотим? То есть, как бы, дети же, они же, как говорится, с нас все берут. Модель. Да, модель поведения, все, он ее копирует. Поэтому, как ты черебенка не воспитывай, да, если ты ему приважешь добродетель, а сам ведешь себя дерзко, это будет шизофрения. Ребенок вырастет шизофренией. А потом одно из распространенных явлений – это недовольство, депрессия и отчаяние. То есть, когда человек недоволен, он что? Ну, он просто, да, он доводится от такого состояния, что он может дерзить, да, на неадекватные поступки. Потом депрессия, да, человек вгоняет такое состояние, когда тоже он теряет, как бы, почву под ногами и готов в этом состоянии, ну, реально, просто он потерял все. Как говорится, не трогайте меня, да, и все. В этом случае привести пример Иова. Когда у него была большая депрессия, она такая большая болезнь, ему там друзья говорят, да, ты, говорит, дерзишь уже, ты что, ты на Бога, на нас тут всех хулишь. Он говорит, оставьте меня все в покое. Я им просто, то есть, у меня, говорится, свой с Богом разговор, и все, оставьте меня в покое. Они говорят, ну, ты просто в бешенстве. То есть, я как бы, кто тебя укусил. Все, в общем, поэтому это тоже есть. И, конечно же, отчаяние. Ну, отчаяние, вообще, человек, просто отчаянный поступок, да, как правило, какой тире, синоним? Дерзкий поступок, да. Это вот от отчаяния очень многие принимают дерзкое решение. Поэтому, как говорит святые отцы, да, что в отчаянии никогда нельзя принимать никаких решений. Хотя, как говорит Киркегор, да, отчаяние – это начало философии. Не как учил Сократ, да, что начало философии – это познание, а именно отчаяние. На самом деле, тоже верно, потому что и познание, и отчаяние – есть как бы два фундамента, на которых рождается философия. То есть, а зачем тогда все? Откуда мир, откуда все, откуда человек? То есть, человек только в этих состояниях начинает все это понимать. Потом идет усталость, безысходность и перенапряжение. Вот человек, когда устал, он может уже, детство говорит, когда перенапрягается, когда он уже не может контролировать свои чувства. Вот он перенапрекся так от усталости, уже все, он уже не может ничего. И безысходность – это тупик. Когда человек подходит к стене, все, как говорит Ивов, да, путь мой закрыт. Все, он либо садится перед этой стеной, да, либо потом посидел-посидел, ну, что делать? Надо головой пробивать дырку, да, ну, все, дерзкий поступок. В общем, получается, что, в общем, кровь, а потом и остатки серого вещества остаются на стене, как говорится, а стена стоит. А усталость – это тоже грех, считается? Усталость – нет, это причина. Причина, по которой возникает дерзость в человеке. Мы сейчас говорим о причинах. Также вседозволенность, бесстыдство и наглость. Еще сюда можно, конечно, добавить ненаказанность. То есть, когда человек чувствует, что ему все позволено, все можно, и, соответственно, он ведет себя похабно и безразницей, потому что он чувствует, что ему ничего за это не будет. Его не накажут ни рублем, ни кулаком, то есть ничем. Все, он, соответственно, может спокойно себя вести. Также неуважение, непочтение. В общем, безразличие, когда человек тоже безразличен. Следующее еще очень важное, которое сегодня является одним из таким фундаментальных причин вообще всех пороков, в том числе, конечно, дерзости – это богатство и здоровье. Если человек богатый и здоровый, диалога с ним нет, сытый, голодным и не товарищ. То есть, очень тяжело с человеком, который полностью всем обеспечен. То есть, сложно говорить. – А богатый, понятно, а здоровый причем? – Здоровый причем? Но когда человек здоровый, то есть ему ничего не нужно в жизни. Все, у него ничего не болит, у него все хорошо. Зачем ему Бог? – Деньги есть. – Деньги есть, у него все в порядке. Он спокойно отдается всем страстям, всем порокам, у него ничего не болит. Он как вот вегировали, первый заход сделали, пошли, взяли павлини-перышки, пошевелили в гортани, в общем, все, слились за углем, пришли, опять сели. То есть, и вот так вот до самого утра, то есть, веселились. Ну и сейчас вот человек, допустим, здоровый и богатый, у него все есть, он ведет себя похабно, у него все прекрасно, что? А он когда рак его настигает или еще что-нибудь, все, человек сразу говорит, Господи, помоги, бежит со свечкой в храм. Но уже поздно для многих. И поэтому здоровье и богатство в этом смысле являются той броней, через которую невозможно ничего пробить. Поэтому здоровье – это благо. И поэтому, когда человек здоровый, нужно благодарить Бога и не насиловать других людей рядом, которые с тобой находятся, которые слабые или болеют. Потому что очень часто трудоголики такие тоже, они начинают вокруг себя подавлять всех, там, своим трудоголизмом. А люди рядом немощные, ну, очень часто. Это, кстати, трудоголикам всем, кто любит так вот поработать без обеда, да, то есть, это как бы всех касается. Надо смотреть, что не все люди такие. Есть люди, которые будут упираться, да, там, в работе, есть кто-то, кто не упирается. Каждый человек в своей жизни находит свою мотивацию в труде. У всех она разная, поэтому не надо, как бы вот сегодня неделя матерей фарисеи, да, то есть, это как раз показывает, что все люди разные. Но милосердие является ключом ко всему. Если ты будешь милосердным, то, соответственно, Бог тоже будет милостив к тебе. Итак, ну и последнее, это, конечно, одежда, машины, дома, земельные участки, то есть, то, в чем мы живем. Это, безусловно, для нас, как говорится, для всех. Ну, если ты едешь там на крутой машине, там, да, ну, понятно дело, что у тебя. У тебя тут гордость, как ожерелье, прямо на руле лежит, правильно? То есть, ты все это начинаешь там, в общем, чувствовать себя человеком, в общем, и, соответственно, тебя начинает, говорится, крутить. Также одежда, есть одежда скромная, есть одежда борзая, да, а есть вообще, как бы, блудная одежда там. В общем, одежда очень много влияет, поэтому святые отцы-то говорят о том, что одежда должна быть вот такая, очень скромная. Итак, виды дерзости. Вот сейчас мы как раз говорим о том, что кто может дерзить, кому в семье, к примеру, да, или на работе, кто может кому дерзить. Подчиненный может дерзить начальнику? Нет. Конечно, может, да, то есть он и будет дерзить, да, но за это он получит. А начальник может дерзить подчиненному? Может, подчиненный. Вот сейчас... Он начинает... Он может, да, он пальцем, но там нет дерзости, потому что он ничего не переступает, потому что перед ним подчиненный. Может, имеется в виду, будет ли поведение начальника расцениваться, как дерзить? Вы просто немного непонятно, что значит «может». Ну, дело все, да, будет ли... А это дерзость? Да, вот будет ли это дерзость? Нет, перед Богом, мне кажется, нет, это иерархия обычно. Это иерархия, то есть, когда старший говорит младшему, пусть даже он его оскорбляет или еще что-то, в этом нет дерзости, потому что идет понижение. Но, если мы сейчас посмотрим виды дерзости, мы увидим, что дерзость все-таки есть. Все-таки есть, но она не та, про которую мы сейчас говорим. Итак, первое – это активное или вызывающее, провоцирующее, оскорбляющее. То есть, ну, например, допустим, открытое издевательство. Когда человек прямо делает открытое издевательство перед всеми, что-то так вот в наглую, да, такой провоцирующий яркий поступок, да, и, то есть, активная дерзость. То есть, она, в частности, может проявляться в чем? В вызывающих поступках, когда вот человек, находящий на нижней ступени иерархии, да, дерзко относится к старшим, к начальствующим, к детям, к родителям. Это активная дерзость. Она вот такая вызывающая, провоцирующая. Потом идет средняя, то есть, или бытовая. И из трех отцов она называется вольным обращением. Когда человек просто сквозит по жизни, ко всем относятся очень вольно. Ко всем относятся по-небратски, без иерархии, там, когда ребенок говорит, так, встречает на улице человека, да, которым там 60 лет, говорит, так, а ты что здесь стоишь? Ну, тебе какая вообще разница, да, а вообще-то старших нужно на «вы» называть. Вот, как помните, яролаж, да, двое парней едут в этом, в автобусе, и бабушка на дно наперла, они сидят. Помните, советское время? Сидят, и бабушка дает, один другому говорит, слушай, бабка уже надоела, все задавила, говорит, надо вставать, совесть сдавит, написано, там, места для пассажиров, там, инвалидов с детьми, там, все прочее. Все, в общем, они там припираются, там, сидят, совесть их мучает. Ну, и о концовке раз, остановка, все сходят, и мужик с паласом встает с ковром, и ковром надавливает на них. И не все, говорит, все, говорит, уже нету мочи, уже все, говорит, бабка задавила. И соскакивает, говорит, бабушка, садитесь. Мужчина говорит, ничего, говорит, он постоит. То есть все. Это вот, ну, действительно, такое вот бытовое, она вот во всем. Это вольное обращение. И, соответственно, вот, вольное обращение, тот вид дерзости, который, как бы касалось, она банальна, но она вот есть мать всех страстей, да, когда мы не соблюдаем в повседневной жизни какие-то принципы, иерархию, многое себе позволяем. Это шутки, прибаутки, там, колкости всякие, там, анекдоты травим. Ну, в мирскую жизнь вообще пошлость, пошлые анекдоты, там, вот эти все, соответственно, выражения, особенно на производстве, там, когда, ну, у многих там разные моменты бывают. И, соответственно, вот, это есть дерзость, та, которую дерзят все. Муж жене может дерзить таким образом, да, может дерзить таким образом детям. То есть когда он к детям относится неблагоговейно, без почтения, потому что ребенок все равно должен от родителей чувствовать почтение, несмотря на то, что он, как бы, находится в подчинении. Но уважение и почтение человек должен чувствовать. То есть если родители этого не дают, он дерзит. Ребенка нужно наказывать, но ни в коем случае его нельзя, допустим, считать за ничто, да, то есть жестокостью, там, с такой, что ты, там, как бы, вообще, особенно, когда, допустим, родители говорят, ты, вообще, там, безмозглый, ты, там, короче, вообще, там, тупой, и вообще, там, в общем, всякое разное, там, ниже плинтуса, в общем, загонять, это плохо. Нужно говорить, что ты вот здесь не соображаешь, там, как-то, ну, держать себя, когда гнев, конечно, наступает, очень сложно, но надо. И есть еще дерзость, это пассивная дерзость, это что такое? Когда человек пассивно дерзит, как думаете? Тут есть в Священном Писании такое выражение, Господь говорит, что вы, говорит, мои слова бросаете за хребет. То есть я вам говорю, вот так, за хребет, то есть за спину. Что это такое? Это пренебрежение, безразличие, то есть хамство некоторого вида. То есть когда мы относимся к безразличному, то есть халатному или еще прочее. Это тут называется пассивная дерзость. То есть ты как бы ничего не говоришь, но ты ничего не делаешь. Да, да, да. То есть ты пассивно, то есть провоцируешь всех на все. То есть это вот есть как раз пассивная дерзость. Так вот, если мы говорим про дерзость активную, то здесь на фоне иерархии, да, то есть начальник не может дерзить подчиненному. Но если мы говорим о дерзости бытовой, да, то есть именно ту, которую святые отцы определили как основную, которая вот нас порабощает, это, конечно же, так. Итак, состав дерзости, из чего она состоит, из каких составляющих? Первое – это те душевные качества, на которых базируется дерзость. Что это такое? Это смелость, решительность, потом уверенность. Вот на эти качества. Что в них плохого? В них плохого ничего нет. Но какой мотив у смелости? Какой мотив у мужества, у уверенности? Какой мотив? Вот в чем вопрос. Поэтому, когда человек делает дерзкий поступок, он что делает? Он смел в этот момент? Ну, конечно, он проявляет смелость, но смелость кому служит? И все. Поэтому даже вот в древней, они вот такую смелость неразумную, да, тоже как бы пытались осудить. Потом идет раздражение, гнев и злоба. Это то, что состоит в дерзости. Потом недовольство, ропот, бунт. Революционный такой настрой, когда человек прям всем недоволен, ропщик, прям бунтует, готов к поступкам. Грубость, хамство, наглость. Безумие, ложная надежда и кривда. Кривда специально такое слово взял, как бы оно совсем устаревшее, из фольклора, но оно очень выражает суть. Кривда – это что такое? Это наша правда. Когда мы все говорим, я вот правду защищаю. Но нету этой правды на земле вот такой, о которой мы говорим. Почему? Потому что, если мы вот, особенно когда историю смотришь, да, понимаешь, вот, допустим, все люди, которые оставили какую-то правду, мы сейчас смотрим, что, ну, какая там была правда. Вот со стороны вот истории все посмотреть, вот как бы в перспективе, во что все перерождается, вырождается, смотришь, что, ну, что человек вообще защищал. Но на самом деле, да, он защищал все равно свою правду, то есть так, как он ее видел, так, как он мог служить истине. То есть как он понимал, вне зависимости от объективности истины, да, он понимал это субъективно, как он мог выражать свой какой-то момент, да. Да, к примеру, там, Максим Грек там мучился, да, потому что он обличил царя то, что, ну, не надо ему было жениться, в общем, жениться в третий раз там, да. Как бы все вроде плохо, казалось бы, ну, понятно, он пострадал, там, 26 лет, короче, в заточении был. Все, он пострадал реально, да, его церковь прославила, он претерпел страдания. То есть он вроде как бы боролся там за правду, это все действительно так. Но, допустим, если мы посмотрим на вот ситуацию, да, вот сегодня кто говорит, кому исправить или что ты женился второй раз? Даже не третий. Ну, кто кому говорит сегодня? И получается, раньше при тече Господень, да, он что, он сказал, тебе не должно иметь ее жену, что с ним было? Голову отсекли, да, то же самое. Все, он сказал, да, он пострадал за правду, да, но он прославил за правду. Ну, вот так вот, если посмотреть, кто сегодня это делает? Кто сегодня начальству говорит? Вот один батюшка пошел, тоже там недавно с ним рассказывали, там, в одном из районов, да, в провинции хотели сделать свалку. Ну, и батюшка стал тем активным звеном, который собрал народ, чтобы свалки это не было. Дошли до Путина, короче, отменили. Все, но в промежутке его вызывал к себе архиерей, говорил, ты что тут воду мутишь? Оставь всех походе, свалка должна быть. Все, он его не послушался. Ну, вот что? Вот и такие ситуации. Поэтому мы говорим, когда о правде, да, вот эту правду, ее, конечно же, очень сложно защищать, отстаивать, потому что есть такой фильм, «Белый зубр», что ли, как-то он там назывался американский тоже, там, «Правда белокожих» и «Правда краснокожих» – эта тема вот обыгрывалась. У американцев была своя правда, когда они защищали у индейцев, да, свою землю, а у англичан, там, ну, кто завоевывал новый свет, да, у них была своя правда. И эта правда сталкивалась. То есть у тех были захватнические, да, там, какие-то моменты, они осваивали новую землю, а те защищали свою. Понятно, там, кто защищал, у них вроде как и правда была на их стороне, ну, а кто победил? Да, победил тот, правда, казалось, ну, была на другой стороне. А на самом деле все, конечно, все оправдывается промыслом Божиим. И вот из этого же жития Максима Исповедника, да, человек фактически там в одиночку противопоставил свое мнение, мнение всему церковному освященному собору. Он сказал, вы неправильно думаете, вы в ересь впали. Нормально, то есть это от священника, просто простой священник и романах, даже не епископ. Ну, что, отрубили руку, отрезали язык и сослали, и все, не говорится. Все было очень просто, да. Человек пострадал за свою правду, то есть в оконцовке оказался таким святым, да. Но вот в нашей жизни, допустим, кому-то нам так сделать, ну, вот кто дерзнет? Страшно. Страшно, как мою правду поставить выше всех, да, ну, как это возможно? И действительно, сегодня люди, кто ставит свою правду выше каких-то претензий, да, допустим, начальник на работе говорит, там, ты должен сделать это. Он говорит, я не буду, потому что это грех. И все, и человека раз в банлист отправляют, да, все его, в черный список, а его нет. Он не по карьере потом не будет расти, ничего, все, его не существует. Но он что сделал? Он поступил, он не мог тогда поступить иначе. Но его не существует уже в той системе координат, в которой он находится. Все, то есть как бы жизнь остановилась. Но что будет потом в вечности, мы не знаем, да, соответственно. Как Бог его прославит за те скорби, которые он претерпевает. Почему? Потому что защищать свою правду, допустим, и умереть после этого – это одно. А защищать свою правду, потом быть в черном списке, да, в числе еретиков, осужденных собором – это вообще каково. Ну, то очень все сложно. Итак, и последнее, это же, конечно, состав дерзости – это гордость, честолюбие и себелюбие. То есть то, что он составляет эту страсть. Плоды дерзости. К чему она приводит? Первое – это же, конечно, человек, говорит, и на златоустыше, кто-то дерзкий к людям, становится дерзким к Богу. То есть он навыкает уже дерзить, он уже не понимает ничего, и, соответственно, он начинает дерзить Богу. Второе – это, как говорит Федор Студит, дерзость быстро сжигает дом добродетелей. Как только человек, допустим, впадает в один дерзкий поступок или в дерзкое настроение даже, в такой шарм, да, который окутывает наше поведение, все, он вечером уже не помолится нормально, уже не будет ни внимания, ни умиления. Это только первые такие сигналы. И, соответственно, если человек не раскается, не поймет, что он что-то не так делает, а мы этого не понимаем в современной жизни, потом стоим бубним, 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 и думаем, а что у нас, говорит, что-то как бы не молитва, что-то не идет, ничего не идет. А все почему? Да потому что дерзость, она все расхищает, вот как говорит Федор Студит, что полностью сжигает дом добродетелей. Все, что ты как бы надстраивал, да, в одно мгновение все исчезает. Как молитва, да, или правильная жизнь, она, то есть, человеку воздает в одно мгновение, как бы собирает все, что было утеряно, так, соответственно, вот дерзость, она это все разрушает. Также Федор Студит говорит, что это духовная смерть. Что такое духовная смерть? Это бесчувствие, духовная дебелость, то есть, такая вот, как бы, косность, да, что человек не может ничего доброго производить. Также это духовный тупик, отчаяние и безверие. То есть, человек, который дерзит, он от вот этой расхищенности, он потом упирается в духовный тупик. Все, некуда идти. Ничего же нельзя сделать, вроде как, и молитва не молитва, и заповеди не заповеди, и, в общем, все это, конечно, приводит человека к отчаянию и безверию. Также десакрализация священного, трепетного, таинственного. То есть, человек, когда впадает в дерзость, он потом начинает относиться как-то рационально к вере, к тайнам христианским, к душевным, к таинственным моментам. То, что раньше он как бы верил, что это Господь дал какой-то знак, он потом говорит, что это какой-то знак, что это понапридумывал себе, и все. То есть, он как бы переступает границы дозволенного, и, соответственно, все расхищает. А также вот еще интересно, при посредстве вот этого постоянного нарушения и самопозволения, то есть, когда сам себе все позволяет, там переступил, там переступил, у него, конечно же, вот это происходит полностью, как бы Бог забирает веру. И человек просыпается в одну прекрасную, понимаешь, он неверующий. Вот кто потерял веру, да, тот знает, о чем я говорил. То есть, человек встает, он говорит, Бог, какой бред. Хотя человек, там, 20 лет мог ходить в храм. Но дерзость была, забирает у него дерзость, он просыпается и говорит, что, Бог, как я мог столько лет потратить на это? И пускается, то есть, во все тяжкие, как сыпь и сорвавшийся. Итак, борьба с дерзостью. А в агафон говорит, что, как при первой встрече, что это за такое вот выражение? То есть, нужно относиться к людьми, как будто ты с ними первый раз. Мы, когда приходим в новое общество, что, как мы себя ведем? Ну, мы такие прям лапки свесили, такие все скромненькие, застенчивые. Но уж на второй день, извините, да, то есть, уже с нас полезет все такое. Поэтому, вот как в первый день. И поэтому, если мы хотим, допустим, сохранить какое-то благоговение или еще там что-то, да, нужно как в первый день. Вести себя скромно, застенчиво, никуда не влазить, ничего не слышать, ничего не видеть, да, вот как ты пришел новенький на работу, вот и все. Вот так себя и веди всю жизнь со всеми людьми. Так будешь спасаться и успешно будешь бороться. Это говорит Ава Агафон. Также скромность, стеснительность, робость. Вот эти все чувства, духовные добродетели. Робость – это, конечно, черта характера, это больше такое, как бы, не к добродетели относится, а сопутствующее явление. То есть, ну, человек все-таки робкий. Что такое робость? Нерешительность какая-то. То есть, не все делать быстро. То есть, это, как бы, хорошо. Потому что, если человек как-то скромен, стеснителен, он, как бы, с дерзостью будет успешно бороться. Также кротость. Что такое кротость? У нас была беседа о кротости, сами здесь кто-нибудь помнит? Вот это как раз к разговору от всех. Кротость – это медленность на гнев, тихость, духовная тихость. Все, когда человек медлен на гнев, то есть, медлен на грех на весь, потом кротость воздержания и терпения. То есть, когда человек воздерживается, терпит, это все приносит ему стабильное внутреннее состояние, которое не позволяет ему делать резкие движения и согрешать. Также уважение, почтительность, осторожность. Во всем, что касается, допустим, духовной жизни, общения с людьми, нужно почтение, уважение, осторожность. Когда человек это переступает, обязательно что потом будет? Какое-то колкое слово обидчивое. Бывает, люди там продружат 20-30 лет. Вот бывает такое. Потом какое-то слово сказал, а второго закрутило. Вот на ровном месте бывают скандалы. Ну, реально, люди ссорятся, расходятся, которые всю жизнь были вместе, друзья со школы или еще там откуда. Очень часто такое бывает. Это, конечно, от этого. Также страх Божий – благоговение и покаяние. То есть, страх Божий – это когда человек, конечно, боится обидеть Бога, боится нарушить заповедь Божию. Благоговение – это когда человек находится в таком благом, возвышенном состоянии, то есть, все время пытается как-то быть мыслью на небе. И, конечно же, это покаяние. То есть, без покаяния вообще какое может быть движение? И, в принципе, я считаю, что просить у Бога покаяние вообще оправданно. Но попросить смирения – страшно. Господь так смирит, что потом не унесешь. Просить еще там что-то – ну, очень страшно. Но как могу, Господь, просить? Ты сам знаешь, что мне нужно. Но покаяние я могу просить. Ну, Господи, да, умножь веру. Да, там, вот апостолы говорят – да, дай покаяния. Потому что как без него? Надо раскаиваться все равно. Это как бы нужно, да. Это можно просить дерзновенно. Также послушание, доверие к старшим, самоукорение. Очень часто послушание происходит в том, что мы не доверяем опыту старших людей. Действительно сложно, когда старшие сами там путаются, да, там, грубо говоря. Сложно все. Но, тем не менее, как бы, если находится какой-то разумный человек в возрасте, да, все равно прислушиваться надо. А если, допустим, там на работе мы находимся, то, конечно, надо стараться выполнять послушание, кроме греха. Потому что есть послушание к жизни, а есть послушание к смерти. Как грествует отец, если ты будешь, говорится, послушан на грех, то что, Ава-Дорофей, что с тебя хорошего выйдет? То есть, если говорят доброе, слушайся. Говорят злое, не слушайся. Все, это, как говорится, у нас сегодня, как говорится, послушание, ты доброе и злое должен выполнять. Бог дважды не судит. Все. То есть, иди делай зло, как говорится, и выйдет у тебя добро. Все, в общем, у нас допоблагословение. Это, конечно же, все плохо. Также мы должны изменить свою одежду на приличную, скромную и обычную. Одежда не должна быть вызывающей. Вот есть у нас какая-то система координат. Вот сегодня, если мужчина оденет в России шотландскую юбку, ну, правильно, да? Ну, как бы, что-то не то. Ну, зачем это? Ни к чему. Ну, ходить там, штаны там. Ну, как-то вот в той системе координат какой-то и есть. Допустим, поедешь ты там в другую, там, в Африку, да? Ну, будешь носить, как говорится, листья, да? То есть, опоясывание. Ну, ты же не будешь ходить в пиджаке с галстуком. Ну, ясное дело, что не будешь. Оденешь приблизительно что у них. Это, ну, нормально. То есть, человек не должен уделяться одеждой. И также не нарушать, не нужно нарушать нормы поведения. Значит, я приведу, вот, слово Исаака Сирина девятое. Я хочу немножко прочитать. Вообще, кому интересно, да, это слово можно в интернете, в принципе, найти. Оно, возможно, есть полностью. Но я вот некоторые фрагменты зачитаю, которые интересны в плане дерзости. Не прерывай речи, когда говорит другой. И не отвечай, как невежда, но будь тверд. То есть, когда человек прерывает, когда говорят, да, очень часто. Там, помню, в семинаре, там, когда учились, ну, все молодые у всех там, как говорится, столько эмоций, все хотят что-то сказать. И сидим там, человек пять-шесть, мы что-то говорим, говорим, и слово вставить нельзя. Ну, и сегодня тоже часто очень явление. Чувствую даже, даже все говорят, что, наверное, не надо говорить, когда тебя перебивает. Ну, не надо. А один даже так делал. Он резко кричит. Ха! Все такие, раз, паузу. И он, хоп! И вот, причем он это делал бессознательно. Он не знал этот прием. Ну, я его спросил, что такое, что, кто кричит? То есть, он даже этого не знает. А я-то это все заметил, думаю, нормально, человек вклинивается. То есть, вот жажда, то есть, вставить свое слово какое. То есть, это действительно такое есть. Итак, дальше. И где бы ты ни находился, почитай себя меньшим всех и служителям братьев твоих. Третье. Уклоняйся от дерзости в речах, как от смерти. Четвертое. Не пред кем не извергай слюны. То есть, когда, знаете, плются, да, сегодня там, ну, харкают там во все. То есть, это, конечно, нехорошо. Следующее. Когда зеваешь, закрой уста свои, чтобы не видели другие. Ну, это же вот естественно. Представляете, святой отец учит от монахов, да, как нужно себя вести. А ведь это же все сказывается. Зевает, как некое откроет. Кажется, что забрал у шлема, открыл. Потом следующее. Значит, если входишь в келью настоятеля или друга, или ученика, храни отец свой, чтобы не видеть, что там есть. Если же тебя понуждает тому помысел, будь внимателен к себе, не слушайся его и не делай этого. То есть, не обращай взор на те места, в которые спрятана утварь в келье друга твоего. Ну, то есть, когда заходишь, да, то есть, не надо как бы там… Ну, уж лазить это вообще. То есть, это вообще дерзость. То есть, допустим, никогда вот некоторые женщины там шарятся по карманам у мужей, да, своих. Никогда этого не делайте, женщины. Это дерзость высшей категории. То есть, когда мужчина почувствовал, когда его обшмонали, он, это, знаете, это очень низкое ощущение. Когда тебя, то есть, родная жена, то есть, она полностью обшарила. Ну, это как вообще, это некрасиво. Нет, ну, когда у тебя висит там пуховик или пальто там какое-нибудь, ну, вот так вот. Это как бы вообще, ну, не вздумайте никогда это делать. Тихо, отворяй, затворяй дверь у себя и у друга своего. Никому не входи внезапно, ну, постучись от в ней, спроси дозволение. Потом уже вводи благоговейно. Понимаете? Ну, вообще, такая бытовуха, казалось бы, но она сегодня что? Она отсутствует полностью. Далее. Не будь тороплив в походке своей без необходимой потребности, заставляющей поспешить. То есть, ходить тоже надо медленно, да, то есть, стараться не спешить, не торопиться, потому что раскручиваешь внутри своей торопливости и суетность. Девятое. Всем будь послушным во всяком добром деле. Только не следуй за любостяжательными или сребролюбцами, или миролюбцами, да не явится послушание твое делом дьявольским. Видите, о чем я говорю? Что послушание бывает к смерти, а послушание бывает к жизни. Все от того, кого ты слушаешь. Это вот Исаак Сирин говорит. Идя дорогу, не опережай старших тебя. Не опережай, да? Вот еще интересно, а на машине? Ой, вообще, красота просто. Итак, потом следующее. А если друг отстал, отойдя немного вперед, подожди его. Так, потом. Никогда не обличай в каком бы то ни было проступке, но себя почитай во всем ответственным и виновным в прегрешениях. Всякое низкое дело делай со смиренно мудрем, не отказывайся и не уклоняйся. Если вынужден засмеяться, не выставай наружу зубов своих. Кстати, я знаю одного батюшка, который смеется. Он никогда не смеется так, чтобы он ржал. Есть заповедь обличения. Где? В Евре. Ну, он зовите. Ну, как он называется? Если брат твой согрешил против тебя, пойди, обличи его. Да, да, пойди. Ну, как он, сначала, как говорится? Так вот и говорите. Нет, нет, сначала наедине, да, с ним поговори. Не обличи, а поговори. Обличи его между вами. Нет, нет, потом уже, если он тебя не послушается, иди, там нужно поговорить. То есть, если когда человек один, как ты его можешь обличить? Ты должен поговорить с ним, объяснить ситуацию. И само слово «обличать», оно надо еще перевод посмотреть, как это все. Не осуждать. Да, да, без осуждения, что было. Итак, далее. Никому ни в чем не протився, ни с кем не ссорься, ни лги, не клянись. Следующее. Будешь пренебрегаем, сам не пренебрегай. Будешь обижаем, сам не обижай. Не возлюби душой свою чего-либо мирского, но покорствуй игуменам и начальствующим. А от близких сношений с ними удерживайся, потому что это сеть уловляющего нерадивых в погибель. То есть, русская поговорка «подальше от начальства, поближе к кухне». Все, это, наверное, мудрость, освященная веками. Итак, на всех изливай милость, и от всех будь унижен, то есть нищий чести от всех, то есть будь милосерден. Храни себя от многоглаголами, ибо оно угошает сердце мысленное движение, бывающее от Бога. То есть, когда человек много говорит, то есть, он не способен увидеть, что Бог ему говорит, потому что он постоянно находится в искушении. «Как мечуешься на всех львах, избегая рассуждений о догматах». Очень сегодня популярно спорить там и все, что это. Вот о догматах нужно сразу. Все, не сходись для этого ни с питомцами церкви, ни с чужими. Все, аминь. Вот нам не нужно, да, есть для этого люди, Бог пошлет Максимов-исповедников, там еще кого-то, кто это вопрос решает. Нам вот состязаться о догматах не стоит, потому что это действительно рождает духовное, так сказать, разрушение. «Не живи вместе с горделивым, да не будет действенность Святаго Духа отъята от души твоей, и да не соделается она жилищем всякой лукавой страсти». О чем это говорит? О том, что кто будет жить с горделивым, тот с кем станет дерзким. Все, то есть, потому что ты от него начнешь, кажется, все это взять. Это слово девятое. Там еще есть от Святого Сака такие вот размышления, очень как бы позитивные. И вообще у меня давно была мысль собрать вот эти вещи, нравственные заповеди из Ветхого Завета. Там тоже столько таких вещей, в Ветхом Завете, рассыпанных, как вот зеренки, которые сегодня утеряны, и которые нам нужны. Потому что я даже сам иногда читаю, думаю, я же это все делаю уже. Я уже это все делаю, хотя это реально разрушает мое благоговение. Я же все это делаю. И вот есть такая мысль, это все собрать, как бы оформить, чтобы это было собрано. Ну, может, даст Бог в свое время. Так, а сейчас хотел бы несколько слов сказать о дерзновении. Для чего Бог, как мы говорили, что такое дерзновение? Да, это смелость, да, вот такое, ради доброго дела, да, ради заповедей Божьих, для угождения Богу, да. Для чего Бог вложил всю смелость в нашу природу? Итак, Ева дерзостью впала в грех. Правильно? Как вы думаете, дерзостью или нет? В чем заключалась дерзость? Попробовать плод. Нет. Не послушалась. Не послушалась. Что она? Засомневалась. То есть вообще засомневаться в Боге – это дерзость. Это само по себе уже дерзость. Потом обманула мужа. Как говорит святой Исаак Сирина, он очень интересно говорит, что она, говорит, многими речами его уговаривала. Многими. Она его просто укатала. И все, он просто не смог противиться, употребила все женские прелести. Что, говорит, просто не написано. Но, говорит, она многими речами добивалась от него. То есть это был процесс. Все, соответственно, вот она была, да. Итак. А Ева дерзостью впала в грех. Из греха только один путь посредством чего? Дерзновения. То есть о чем это говорит? То есть путь в грех посредством дерзости. Путь обратно посредством дерзновения. Каким образом? Она заключается в сознании своего греха и наказания. Но вопреки этому дает надежду на рай. Что это значит? За грех что? Норма жизни какая? Вот я согрешил, и какая потом норма жизни? Ну, смерть. Смерть – ад. Правильно? За грех. Ну, а какая еще может быть награда за грех? Мучение. Ну, что еще? Червь. Скажи, зубов. То есть ничего больше не предусмотрено. Гиена приготовлена кому? Дьяволу и ангелам его. Все. За согрешение. Все. Других моментов нет. Но опять же, а мы что имеем сегодня? Мы согрешили, а мы что имеем сейчас? Надежду на рай. Причем кто? Разбойник на кресте. Человек дерзкий. Разбойники кто такие? Дерзкие люди, которые совершали такие преступления. Ну, страшные преступления. Даже постоянно это воины, которые… Как вот пираты. Это же разбойники. То есть это дерзкие люди. Итак, почему это так? Потому что дерзновение, да, оно что нам дает? Из сознания греха мы не впадаем в отчаяние. Но мы через дерзновение обращаемся к Богу, получаем покаяние и стяжаем Царство Небесное. Об этом очень часто мы говорим с вами в молитвах ко причащению. Когда мы читаем молитвы ко причащению, мы каждый раз сталкиваемся с этим состоянием. Как оно выражается? Вот я специально выписал. «На твоё же безмерное благоутробие дерзая прихожду Христе Божий». Василий Великий. Молитва первая. То есть сначала идёт перечисление грехов, наших немощей, а потом идёт вот это обращение. Молитва вторая, Иоанна Златоуста. «Яко дерзая на незреченную твою благость» и прочее. Опять же, сначала идёт исповедание грехов, потом вот это. Шестая молитва. Семёнову богослову. Нет, Василий Великой. «На щедро твоего дерзая прихожду». А потом седьмая. Семёнову богослову. «Дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуйся в купе и трепещи, огнею причащаяся трава сый». То есть девятая молитва, Иоанн Златоуста. «Дерзая, приступаю». И десятая, Иоанн Дамаскин. «Всё твое тело дерзая, восприятие». То есть вот это дерзновение, да, это основа духовного движения. Если не будет дерзновения, не будет спасения. Вот эти молитвы когда произносят ещё раз? Перед причащением. Это правило ко святому причащению. Десять молитв. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В семи из них, вот это слово указано, нету Симеона Метафраста, две молитвы, и одна молитва Иоанн Дамаскина, которая пятая. То есть в ней нету. В двух молитвах Симеона Метафраста – это те, которые ещё и вторая священническая молитва, длинная такая, её в обычных нету. Итак, дерзновение очень нужно. Без него не спастись, ничего не сделать. Но каждому должно смотреть, чтобы, предаваясь пороку, дерзости, не приписывать себе добродетели, дерзновения, гритая златоотства. То есть это опасность. То есть когда мы как бы имеем нужду в дерзновении, в то же время очень часто мы можем за дерзновением выдавать своё что? Дерзость. Дерзость, да. И это, конечно, для нас большое безумие, большая опасность. Поэтому чувствуют, нужно всегда рассмотреть. Для того, чтобы рассмотреть, нужно хотя бы что-то знать. Для этого была создана эта беседа, чтобы мы хоть как-то обратили на это внимание. Стали пристальнее. Как отличить дерзость от дерзновения? Вопрос. Цель какая? Благая или неблагая? Цель. Так, цель. Потом, что ещё? В каком внешнем проявлении? Как окружающий воспринимает. Как окружающий воспринимает? В каком духе совершается поступок? Ну вот, какое внутреннее ощущение такое, да. Направленность позитивная вверх. Ну это, да, направленность к цели относится. Итак, сейчас вот привяжу пример, да. Христос и фарисеи, начальствующие, да, Судокея. Как он с ними себя вёл, помните? Ну. С гнём обличал. По рождении хиднины, там, да, я андре течи говорил, да, или там гроба окрашены. Это что, дерзость или нет? Как вы думаете? Да. А почему нет? Он идёт сверху вниз. Он идёт сверху вниз, то есть Бог не может дерзить. То есть Он их обличает со властью. Почему? Ну потому что Он Бог. Власть имеет. Всё, то есть в нём не было средней дерзости, то есть бытовой. Он вольно себя с ними не вёл. Но Он говорил правду им жёстко, потому что Он имел на это право. Потому что Он Бог. Да, и от скорби Он говорил. Ну, да, есть ещё от скорби, да. У него то, что скорбело сердце, да, вот тоже, да, есть такой мотив. То есть, ну, а что они думали? То, что он дерзит. Ну, они просто, они бесились. Просто это же было. Это же просто было. Они хотели убить ещё там с первой встречи. То есть это как бы, ну, всё. Это человек, который вызывающих вёлся. Хотя дерзости не было. Но они рассчитывали это как что? Как дерзость. И когда появляется пророк Божий, ну, допустим, в Ветхом Завете, да, появился пророк, да, и начал говорить там царю или преосвященникам. Так говорит Господь. То есть, короче, видишь этот пролом в стене, да, через этот пролом будете все выбегать из города. Хотя там уже пророки говорят, что царь на уходе Носор города не возьмёт. Ну, что, заковали ремей в колодке, как говорится, и отправили его в яму и прочее. Всё это тоже для них была дерзость. Хотя это были слова Господни, да. Далее. Внешняя дерзость, а внутренняя, то есть, когда происходит дерзновение. Интересный пример. Это у нас Деяние, 23 глава, 1-й, 5-й стихи. Это речь апостола Павла перед саддукеями. Очень интересно. Апостол Павел ещё очень интересный человек. Когда его читаешь, это же его послание, это же сплошное дерзновение. Где там нет, в какой строчке нет дерзновения. Очень сложно понять. И он говорит, подражайте мне, как я Христу. Думаешь, ну, если так будешь подражать, так и в еретике недолго, как говорится, тебя запишут. Почему? Ну, потому что, ну, реально. То есть, что поздравил себя апостол Павел, ну, это сложно реально осуществить жизни. Настолько он был человек, как бы, свободен, да, но без дерзости. Хотя, вот, читаем дальше. Когда Павел, его, значит, заключили, а потом он предстал перед Синедрионом, да. Итак, Павел, устремив взор на Синедриор, сказал, мужик, братья, я всей добрую совестью жил пред Богом до сего дня. Ну, человек вот произнёс слово. Нормальное слово? Ну, он что-нибудь сказал плохого? Нет. Выставляете, да? Ну, вот, хорошо, человек сказал, хорошо. Да, первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Ну, знаете, в чём дерзость? Это уж он просто открыл рот. Вот в чём дерзость для первосвященников. Просто рот открыл. И сейчас, да, начальник тебя вызывает, рот открыл, всё. Это дерзость. И вот там дальше интересно. Дальше. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбелённая. Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону велишь бить меня. Да, то есть, как бы он что? В ответ говорит, да, причём, ну, представляете, там рот открыл дерзость, а тут ещё что-то, стена подбелённая. Далее говорит, представь же сказали, первосвященника Божия поносишь. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующий в народе твоём, не злословь. Хотя, ну, в принципе, первосвященников он всех знал. Ну, он же оттуда был. Он вырос при ногам молилу. Да нет, вряд ли он не знал, всё просто знал, как бы кто это. Просто да, конечно, он, видимо, они же как, сегодня один первосвященник, завтра второй, то есть, и поэтому мог, что говорить, что он реально мог знать, что он на сегодняшний год не первосвященник. Они же менялись, там была целая череда. И, соответственно, то есть, он в этот год, если он не занимал эту должность, то он мог его уже и не считать начальствующим. Ну, он сказал, стена подбелённая, Бог будет бить тебя, да, как бы вроде дерзкие слова, а с другой стороны... Да. Поэтому этот вопрос, на самом деле, очень сложный. И также у философа Киркегора есть интересное выражение отстранения этического ради правды Божией. Какой пример? Киркегор, да, этот пример обыграет вокруг жертвоприношения Исаака. Отвержение этического, отвержение моральных норм ради угождения Богу. Что Бог говорит Аврааму? «Пойди на гору Мария и принеси свою шину, сына, единственного твоего, в жертву, меня». И он пошёл и приготовил всё и занёс нож. Он занёс его не потому, что ждал, что Бог его остановит. Он был готов это сделать. Но был остановлен ангелом. Так вот, вот это отстранение этического, это что? Это как было? Вообще, дерзость или не дерзость? Что это было? Или, допустим, интересное, тоже вот такой пример можно привести. «Клятву можно ради угождения Богу». Интересное выражение, когда Иоанна Претечу, когда царь казнил его перед тем, что было там, Иродиада танцевала, Иродиада же, или дочь Иродиада, что это уже? Дочь. Да, в общем, она когда танцевала, угодила царю. Он говорит, «Клянусь, до половины царства». Та, научаемая своей матерью, что попросила голову Иоанна Претеча. И он что? Ради клятвых, клятвы и возлежащих с ним, он выдал это сделать. То есть он пошел на преступление. Пошел на преступление. И, соответственно, здесь что характерно? То, что человек мог… Вот есть клятва. Клятву нарушать нельзя. Но ради чего? Ради спасения же можно было и нарушить. Можно. Поэтому, допустим, когда в истории мы с вами смотрим, допустим, когда Шах Ахмат подошел, когда к Москве уже приближался, Иоанн Третий уже так, в общем, сильно запереживал, его там ноги тоже накрутили, в общем, он начал, как бы, в Москву вернулся, ему сам митрополит пишет потом, когда он там еще был, в общем, ближе к военным действиям, что если ты давал клятву, как бы, какого-то плана, к примеру, да, чтобы не вступаться в бой, там, или еще что-то, ну, допустим, мотив уже точно не помню, но говорит, наша обязанность такую клятву снимать, если посредством этой клятвы начнет литься христианская кровь, то есть, митрополит наставлял его на сражение, чтобы ты победил, ну, как бы, и все, и, соответственно, клятву можно нарушать, если это связано, ну, с грехом, если ты не нарушишь клятву и согрешишь, ну, кому нужна твоя клятва, как вот, особенно, очень часто люди, да, там, когда очень серьезно все происходит в жизни, да, какая-то беда, скорбь человек такого наклянется, там, да, потом, как говорится, он уже не может делать, или, допустим, кому-то в какое-то эмоциональное состояние пообещает что-то сделать, да, плохое, да, лучше прообещаться в этом смысле, чем, как говорится, обидеть человека, чем сделать грех. И поэтому, когда мы говорим о дерзновении, дерзости, да, вот их различить, ну, очень сложно бывает в жизни, очень сложно, но все-таки мы должны иметь один четкий критерий, да, это дерзновение, когда кто отваживается на опасности и смерть, презирает и дружбу, и вражду для угождения Богу, грехи, и златоуст. То есть, когда мы все нормы можем нарушать, ради чего? Ради угождения Богу. Если я сомневаюсь, что я угождаю Богу в этот момент, да, то я делать этого не должен. Если я не сомневаюсь, то я должен делать с полной ответственностью, потом беря ответственность за все последствия, которые будут потом, после этого. Итак, вывод. Где есть угождение Богу, там дерзновение. Где нет угождения Богу, там дерзость. Все, а теперь вопросы. А кто, какой, похоже, вы видите, кого казнили, а потом оказалось, был прав, что он убил всех вертикально. Что-то я прослушала. А, Максим Исповедник это. Максим Исповедник, да. Точка, по дерзности вопрос. Вот если мы говорим о иерархии, да, то есть, как правильно поступать, если дерзят себе? Ну, то есть, жена, дети, вот как правильно поступать? Ну, сложный вопрос. Если как, в силах терпеть надо, пока терпится, потому что дерзость очень часто... Если никак не реагировать, она не провоцирует. Нет, конечно, что нужно, значит, обязанность какая? Обязанность старшего учить, а жене учить не позволяет, да, говорит Апостол Павел. То есть, мужчина должен учить женщину. Не потому, что он умный, не потому, что у него там семь пядей во лбу, или он... Бывают жены духовне своих мужчин, но тем не менее, да, мужчине Бог дал власть, быть главой семьи. И интересно, что Бог вразумляет мужчину на это главенство. Он дал ему благодать. Это законная благодать, которая должна быть. Другое дело, что мужчина не должен говорить, что я тут абсолютный там, как бы пан, господарь, там и все. Что я сказал? Хоп, быстро все побежали. то есть, такого, конечно, делать не надо. Почему... Да, это уже утрированное понимание. Поэтому мужчина должен учить и примером, и делом, и словом. Жена виновата в чем будет, если она не захочет учиться. Она будет в этом виновата. Это ее вина. Это ее вина, почему? Потому что она говорит, вот это грешный, это там еще там, да, какой бы ни был, ты вышла за него замуж? Вышла. Ты брала эту ответственность? Я не знаю, брала. Как говорит молитва на венчании? Интересная молитва, интересные вообще слова. Жене быть помощницей мужу, а мужу быть во главу жене, во главу жене, да поживут по воле твоей. Потому что если нет семьи иерархии, семьи нет. Где анархия, там какая семья? Семья – это церковь, а церковь – это иерархия, прежде всего. Правильно? Вот так вот. Надо изменить ситуацию в семье, чтобы не доводить до скандала. А здесь вот ситуация такая, что каждый уже смотрит, как чего, да, потому что каждая семья, она разная. И тем более сегодня, когда, в принципе, дерзость и феминизм завладели всеми, сейчас вот реально найти женщину, которая будет реально, как бы там слушаться своего мужа. Ну, вообще такая есть. Вообще кого-либо слушать. Вообще, да, да. Вообще кого-либо, да. Если мужчина достойная, то многие женщины… А кто определяет достойно? Ну, вот сложно все это. Жизнь показалась, слышно, значит, что значит? Жизнь показалась, слышно, значит, что значит достойная, правильно. Да, да. Все это на самом деле, очень все сложно и субъективно. Но самое главное… Мужчина делает женщину. Ну, тоже, да, тоже правильно. Она будет относиться к другу? Конечно, нет, ну, на самом деле, да, вот сейчас недавно звонит человек, да, ему говорят там, как бы он собрался жениться, ему говорят там, а ты ее любишь? Он раз и присел. А говорит, а как я должен ее любить? Ну, у нее там уже там второй брат, ну, ты хоть скучаешь по ней? Говорит, да нет. И он звонит мне, говорит, я, говорит, в растерянность еще, говорит, там, ну, нет. Как бы, вот как. Я ему говорю, ну, какая любовь после первого года брака, как сказал один батюшка, да, ну, вот так вот, ну, утрированно посмеялись. Я говорю, ну, ты, как вот, у тебя, ты находишься с ней, у тебя есть противление? Он говорит, нету. Я говорю, да ты, говорит, как, ты с утра, говорю, встаешь там, ну, у тебя, он говорит, я, говорит, все, говорит, завтрак, все, обед, все, поглажено, все, ухожу. Я говорю, да вот где любовь-то. Любовь-то-то некрасивая, когда женщина говорит, я тебя люблю, а ты меня не любишь. Да где твоя любовь-то? Жена должна, она помогает мужу, она помощница мужа, она полностью ориентирована на мужа. Как ты, так и я, все. У женщины философии другой нет, как философия мужа. Ну так Бог устроил мир. Ну не я так устроил, не я, а Бог. У женщины, у нее служение. Она и создана таковой. И она и счастлива бывает только таковой, не другой. Если она начинает борзеть, какое у нее будет счастье после этого? Никакого не будет. Истерики, скандалы, распыли и дети потом непослушные. Чего хорошего? А где у людей нормально? Я пример старобрядческие семьи перевожу, там где четкая иерархия. Там есть вообще переходный возраст у детей? Вот кто-нибудь, кто знает старобрядцев. Ни один не скажет такого. Такого явления вообще нет. Какой переходный возраст? Каждый знает свое место. Там если кто-то задерзит, там сразу без зубов будет. То есть там нету такого совершенно. Там четко на корню все это. А у нас что? Ребенок дерзит, его по головке гладит. То же самое. Ну вот и у нас та же вся проблема. Поэтому дерзость и иерархия, понятия, они как бы несовместимы. Это не строго иерархическое понятие? Что? А? Ну вот, то есть это чисто иерархическое понятие. Есть мудрые какие-то критерии. То есть дерзновение там, причастлив к причастию тут, тут же мы имеем в виду. То есть дерзость – это иерархическое, а дерзновение – это духовное. Дерзновение – это, да, это духовное такое понятие, что такое дерзновение – это когда человек имеет смелость для духовного делания вне зависимости от обстоятельств. Что бы ему ни препятствовало, кто бы как ни думал, кто бы как ни сказал, он знает в это заповедь, он это делает. Ну да, иерархия не всегда явная на работе, но есть же у нас еще цель – благолуждение Богу. Ну вот, и получается, что, так сказать, иерархия явная и неявная. Ну, уважение проявлять ко всем, да и все. А какой пример можешь привести, вот неявный, да? Не хватит. Где-то другой вопрос. Вот вы говорите, что обувождение Богом, это вот различает дерзновение и дерзость. Но вот есть качество, которое является основным – это смирение. Вот, и… Я бы сказал не смирение, а смиренно-мудрее. Ну, смиренно-мудрее, да, можно сказать. Упражнение о смирении, то есть, что для нас возможно. Вот, и вот в Библии говорится во многих местах о смирении. Ну, там такая идея, что смирение – это то, что делает нас единым с Богом. Вот, а если мы посмотрим, как вел велись апостола, то там, допустим, в ответ на неправду, ну, смирение – это принятие и праведных, и грешных, без зачистки их и выделения какое-то. А где там тогда смирение? Вот вы приводили пример, как бы он баловал. Ну, примирение, да, смирение – это примирение с ситуацией. Да. Да. Все вопрос, да. Но апостол Павел, он боролся. Так борьба или смирение? Так вот, там вопрос, что с чем апостол Павел смирялся? Вот если мы посмотрим, да? То есть в своей жизни он смирялся со скорбями, с трудностями, со многими моментами. Но с иудаизмом, как таковым, с философией обрезания, да, он воевал. Он с ней не смирялся вообще. И в принципе, да, он и не мог с этим смириться. Почему? Потому что иудаизм, то есть философия обрезания, что все христиане обрезывались, исполняли борисей в закон, это конец христианства. Тогда Христос напрасно умер, он говорит. Поэтому смирение здесь в каком смысле может быть? То, что как смириться, допустим, с неправдой или с тем, что губит, допустим, твою жизнь, да, или жизнь Божию, или вообще дело, на которое тебя поставил Бог? Как с этим можно смиряться? С этим надо воевать, с этим нужно бороться. А что касается, допустим, каких-то грехов, ближних людей, там еще что-то, конечно, где-то надо смириться, где-то потерпеть, где-то простить, где-то еще что-то. А сам по себе, по столпая, вот в окружении ближних людей, он все-таки был человеком смиренным. Он и пишет, допустим, в послании, по-моему, Коринфянам, да, он пишет, что он вообще не обременял. Он вообще и сдерживался на вас, там и прочее, был кротким очень среди вас. Почему? Потому что, ну, реально как бы он был таковым человеком. Хотя апостол Петру, когда тот начал лицемерить, да, когда пришли обрезанные, он сначала ел со всеми одинаково все, а когда пришли обрезанные, он стал уклоняться, стал есть только чистую пищу, ну и прочее. И как бы люди стали видеть это лицемерие, и даже Варнау этим увлекся. А апостол Павел говорит, что ты, говорит, что делаешь-то? Как бы если ты иудей, не живешь по-иудейски уже, то зачем не иудеев, то есть людей, язычников, заставляешь своим поведением жить по-иудейски, то есть соблюдать закон Моисеев. И сделал это публично. Это было дерзновение или дерзость? Это было смирение или не смирение? Ну, вот все-таки немножко как бы... Это немножко, это другой пласт. То есть, что касается, допустим, учения, именно проповеди, учения, да, то мы... ну, как можно смиряться перед заблуждением? Или вот как только что мы читали Исаак Сирин, как можно смиряться или быть послушным, когда тебя склоняют на грех? Ну, просто смириться и пойти согрешить. Вот идешь по улице, да, тебя хватает девушка из публичного дома, говорит, пойдем. Скажи, я пошел, я смиренный. Все, я смирился. Такого же быть не может, правильно? Все, поэтому, что касается учения и нравственности, мы не можем смириться с грехом. А что касается, когда нас обижают, там, оскорбляют, еще что-то, мы должны смиряться, что касается вот проявления агрессии к нам. Вот я, ну, так думаю, что здесь немножко как бы другой пласт. Другое направление. А какое дерзновение было у Евы? У Евы была дерзость. Нет, а дерзновение, мы сказали, потом не было. Не было у нее дерзновения. Не было. Дерзновение уже, как говорится, у всех у нас. А вот еще вопрос такой вот. Я приведу конкретный пример, но чтобы было понятно, о чем мы говорим. То есть, вот, допустим, если есть неявная иерархия, вот, допустим, покупатель или продавец. Очень частая ситуация. Продавец может хамить. Даже могу рассказать пример. Вот, да. Стоит ли его смирять или не стоит? Ну, вот расскажу пример. Стоим с братом мощным. Пришли в Дикси. У нас в Дикси, ты приходишь на кассу, там весы. Все, взвесили, ушел. Прекрасная схема. Зачем делать весы в магазине внутри? Искать это, тыкать все. Я вот не знал. Да, ну, деревня, да, живу в деревне. Пришел все с этими мешочками. В общем, с братом подходим, набрали фруктов, ставим. А она приехала, то ли она, не знаю, откуда она приехала. В общем, ну, короче, тюркского происхождения человек. Она говорит, она крутит-крутит пакет один, крутит-крутит другой. Смотрю, что-то у нее не сходится в глазах. Она говорит, а вы что, не наклеили ей эту штучку? Я говорю, какую? Она говорит, ой, придурки. Ну, что вот ей скажешь? Да. Ну, что ей скажешь? Ну, все, ну, пришлось смириться, пойти, кажется, все взвешивать, дальше наклеить и быть уже не придурком. Все. Ну, что ей скажешь? Скандалить? Ну, смысл. Смысл. Да, все. Ну, пошел, сделал. Это как бы вот реально. А что касается, допустим, если бы она сказала, что вы тут нехристи какие-то, ну, реально пришли тут, ну, конечно, за веру, я бы ей сказал. Каждый случай индивидуальный. Да, но в целом, как бы, что касается лично нас и лично нашей чести, да, то мы должны смиряться. Что касается чести церкви и Бога, да, мы должны воевать. Мы должны бороться. Мне кажется, продавец старший. Да, дело не в этом. Ну, называют придурком, как бы, да. Не, вообще-то я плачу. Покупатель всегда прав. Да, еще-то я плачу, да. Я заказываю музыку, в принципе, я даю деньги. Я еще за свои деньги должен ходить и взвешивать. То есть, ну, вот так вот, в целом. А раньше, продавец, можно сказать, а не продали. Ну, так, пожалуйста, я пойду в другой магазин. Так, подожди, вот она устроилась на работу, а кто задал вопрос? Ты? Нет. Вот она устроилась на работу для того, чтобы получать деньги, служить людям. А она не служит людям. Обслуживать. Да, обслуживающий персонал. А что нам продавцы скажут по этому поводу? Кто главный вообще, покупатель или продавец? Покупатель всегда прав. Не, мы сейчас у продавца спросим. У менеджера. Покупатель главный, но покупатель частных хамят. Нет, но покупатель – это главное, правильно? Ну, ну, вообще, в принципе, вот я не видел никакой иерархии. Это иерархия такая как бы размытая, да. Ну, ладно, в целом все понятно по дерзости? Хоть вы о чем-нибудь задумались? Да. Ну, спаси Господи, все. Аминь.